здравствуйте друзья с вами борис оборотов и компания jsm repeater и точка ру электромагнитные волны окружают нас повсюду сбежать от них практически невозможно если только вы не готовы жить в металлической клетке мы используем электроприборы которые подключены к домовой электросети на улице расположены линии электропередач телестанции передают сигнал эфирного телевидения радиостанции вещает радио а базовые станции операторов создают покрытие сотовой связи мы окружены беспроводными приборами смартфонами роутерами и сотнями других приборов которые постоянно создают электромагнитные колебания это вызывает закономерные опасения ведь человеку свойственно опасаться того что он не видит и не может пощупать электромагнитные поля низких уровней а именно таким является излучение сотовой связи не наносит вреда здоровью конечно скептиков переубедить не получится но многолетние исследования показывают что прямой связи между использованием смартфонов или вай фай устройств и возникновением онкологических и прочих заболеваний не обнаружено дело в том что мощность радиопередатчиков базовых станций и ваших смартфонов слишком мала и единственный эффект который может возникать при воздействии таких волн небольшое нагревание поверхности в пределах погрешности радиоволны не является ионизирующим воздействием способным разрушить биологические ткани это не рентгеновские лучи и не гамма-излучения это волны располагающиеся на совершенно другом конце электромагнитного спектра на самом деле электромагнитные волны и опасные ионизирующие излучения разделены огромным участком спектра где располагается например видимый свет длина радиоволн намного намного больше чем радиационных воздействий которые способны повлиять на молекулярную структуру многолетние исследования в том числе проводимые всемирной организации здравоохранения и не нашли подтверждение что радиоволны опасны для нашей жизни и нашего здоровья подробнее о текущем изучении этого вопроса вы можете узнать на сайте восс по ссылке в описании как известно мобильная связь построена на обмене радиосигналами между портативными устройствами и базовыми станциями операторов но что происходит с нашими приборами когда мы оказываемся в зоне слабого покрытия казалось бы все здорово радиоволны до нас не долетают мы практически в изоляции свободные от любых воздействий к сожалению это не совсем так слабый сигнал вынуждает ваш смартфон или мобильный телефон увеличивать мощность излучения давно прошли те времена когда сотовые приборы постоянно работали на максимумами сейчас они регулируют мощность в зависимости от радиообстановки когда вы находитесь в зоне уверенного покрытия излучение ваших устройств снижается а вот когда сигнал слабый девайсы наоборот наращивают мощность чтобы достучаться до базовой станции оператора кстати по мнению нейросетей этот процесс выглядит вот так как бы парадоксально это не звучало но усилители сотовой связи репитеры снижает излучение ваших мобильных девайсов когда уровень сотового сигнала в помещении нормализуется ваш смартфон снижает мощность ведь источником сигнала теперь для него становится раздающая антенны репитера они базовая станция с которой он не может соединиться или соединяется с большим трудом но вы можете сказать но теперь же у меня базовая станция прямо в помещении это еще вреднее еще хуже на самом деле нет мощность бытовых репитеров очень мало а на расстоянии радиосигнал очень быстро затухает вот формула затухания радиосигналов в свободном пространстве предположим вы используете репитер мощностью 200 милливатт что равняется 23 децибел милливаттам и сделаем округление и предположим что мощность постоянно а вы используете идеальную круговую антенну конечно это допущение которое мы делаем для простоты расчетов возьмем за основу частоту 3g связи и интернета и отойдем антенны на один метр затухание сигнала на этом расстоянии составит 38 8 децибел отнимем одно от другого и получим минус 15 8 децибел то есть 0,02 милливатта а на расстоянии двух метров мощность снизится до 0,06 тысячных просто представьте насколько мала эта мощность и как быстро деградирует мобильный сигнал при этом сотовая связь продолжает отлично работать даже этой мизерной мощности хватает чтобы поддерживать стабильное соединение столь малая мощность не способна оказать никакого физического воздействия на организм эти волны даже не проникают сквозь кожу в конечном итоге репитеры создают равномерное сотовое покрытие и позволяет избежать более мощных радиоволн который излучал бы ваш смартфон в условиях слабого приема согласны ли вы с нашими утверждениями или остается скептиком пишите в комментариях ну а подобрать усилитель сотовой связи вы всегда сможете на нашем сайте gsm repeater.ru я же на этом с вами прощаюсь в любом случае ставьте лайк подписывайтесь на канал и до новых встреч друзья